Алексей Петрович, ну вы классно выглядите, так, свежо, молодо, карантин вам прямо, карантин вам идёт к лицу. Алексей Петрович, ну мы сегодня говорим с вами о законах судьбы. Я снова с книгой Carmologic, и вот хочу начать с того, что вот ваша книга с автографом, кстати, вот, в Алматы мы её покупали, начинается с того, что вот самая первая страница Бог правит миром через законы, через законы, то есть вот с этого вы начинаете, и мне вот интересно, я-то знаю, но я думаю, что не все подписчики, которые сейчас нас смотрят, знают о том, как вы собирали законы судьбы в один проект, в одну книгу, расскажите нам об этом. Ну, вообще, вы знаете, сначала расскажу, как мы к этой идее пришли. Я же 30 лет по миру занимался политконсалтингом, и очень много проводил исследований по 50 странах мира, мы работали и проводили исследования, и каждый раз мы, пытаясь там создать какую-то новую политическую реальность, мы изучали, естественно, ментальность этих людей, тех, кто населяет эту страну, как они мыслят, на что опираются, как устроено их мышление. Это первое, что навело на мысль, что есть вещи, которые объединяют людей разных религий, стран, континентов. Второе, это мои 30, более 30 лет психотерапевтического опыта, которые начали на меня, знаете, наводить на такую мысль. Вот если представьте себе, что человек работает в металлоремонте автомобильном, и один из его клиентов приезжает к нему каждую неделю примерно с одинаковой аварией, там что-нибудь слева у него разбито, впереди, там фара, дверь, зеркало. И через несколько приездов в эту ремонтную мастерскую у мастера возникнет вопрос. Слушай, ты правила дорожного движения-то знаешь? Ты знаешь, что нельзя на красный, там, и так далее, светофоры есть. И вот примерно такая же мысль у меня, как у коуча-психотерапевта, гипнотерапевта с 30-летним стажем, возникала, когда ко мне приходят клиенты, и большая часть из них на самом деле приходят залечивать с моей помощью раны, которые являются результатом нарушения ими каких-то законов, а они просто получили обратку от этого мира. То есть они, в том, что они пришли ко мне как к психотерапевту, на самом деле виноваты они, потому что они неправильно представляют, как устроен этот мир, либо, представляя, они эти правила не соблюдают. Это вот полный аналог с правилами дорожного движения. И семь лет назад у меня возникла мысль, что, а как бы вот эти правила дорожного движения, вот эти вот законы, которые едины для людей со всех континентов, как бы их собрать? И возникла мысль провести краудсорсинговый эксперимент, а у меня вторая докторская по экономике, как раз по краудсорсингу «Фабрика мыслей», «Джайлу», «Социальному капиталу». И мы сначала запустили страничку в Фейсбуке, а потом начали приглашать на эту страничку желающих поучаствовать в обсуждении законов кармы, законов судьбы. И сами они ожидали такого… Бума. Бума, да, 300 тысяч человек приняли участие в этом. С разных стран мира, да? Да, мы на шесть языков переводили обсуждения, дискуссии, это была непростая работа. Три года шло собирание, как бы, этих законов. Люди присылали с разных континентов, из разных культур, разных возрастов, присылали те свои представления о жизни, к которым они пришли, либо которые они прочитали в каких-то религиозных текстах, либо которые научили их родители, какие-то мудрости жизненные. Люди присылали, обсуждали, дискутировали, пытались доказать эти законы своими историями. И через три года обсуждений я к ним опять обратился с просьбой, а вы вот весь этот список, тысячи того, что вы прислали, просмотрите, просто лайкните те мудрости, которые вы считаете нужно знать любому человеку на этой земле, независимо от континента, страны, языка, возраста, профессии. И у нас из этих тысяч 54 закона просто всплыли по статистике. Они принципиально отличались. Если за остальные проголосовали за каждые 10, 20, 1, 50, 100, то за эти проголосовали тысячи. Мы тогда их попытались упаковать. Вы знаете, что в психологии существует такое правило 7 плюс минус 2, что человек способен сознательно контролировать эффективно 7 плюс минус 2 элементы. Это значит, что в принципе, если создавать какой-то классификатор, то идеально, когда в нем от 7 до 9 разделов, и в каждом из этих разделов от 7 до 9 блоков. Не случайно даже в кабине летчика, либо в кабине водителя у него блоков, это радиоприемник, это рулевое управление, вот это коробка передач, вот это электроника какая-то. Как раз делается там 7 плюс минус 2, потому что человек способен контролировать только сознательно такое количество элементов. И показалось удобным разделить это на 6 на 9, 6 глав или сутр по 9 законов в каждом. Потом оказалось, что очень удобно это даже с этим работать с помощью инструментов. Например, 54 стороны у кубика Рубика, 6 на 9, 6 сторон по 9 в каждой. 54 карты в колоде карт. Это все не случайно. Мало того, я много работал. Это все не случайно? То есть собрали, получается, такой самый сок, да? Выжили? Да, да. И дальше уже выжимать было нельзя, вот получилось 54. И мы еще задумали, что тоже интересно, что 54 – это половина от 108, 108 – это в буддизме, в индуизме 108 – это святое число. И нам понравилась вот такая упаковка. И мы создали вот этот проект, взяли 54 этих закона, мы долго думали, как их сформулировать. Не знаю, как вы, Динар, но я не люблю книжки, в которых мне говорят, как делать или как не делать, там, не делай то, делай то, делай так. Мне не нравятся такие книги. И я долго думал, а в какой модальности переформулировать эти законы. И эту модальность мы нашли. Она оказалась такой комфортной. Модальность такая. Друзья, похоже, мир устроен вот так. И похоже на то, что тебе полезно это знать, и тебе самому выгодно и полезно это соблюдать. И вот это принципиально важно, потому что мы предлагаем человеку с помощью этой книги взять ответственность на себя за собственную судьбу. Это принципиально, да, что мы предлагаем ему соблюдать правила дорожного движения не только там, где гаишник стоит, не только там, где камера. А ты всегда соблюдай, это полезно тебе самому. И если каждый так будет делать... Вы в каждый закон, да, каждое сутро, то есть вы приводите пример истории, не просто истории из жизни, да, то есть у вас исторические факты, да, у вас есть какие-то ссылки на Куран, на Библию, да, то есть на те заповеди, о которых мы, в принципе, знаем, но это всё-таки книга для современного, да, жителя этой земли, то есть потому что заповеди мы все знаем, да, и мусульмане, и христиане, все знают, но, казалось бы, вот вроде бы там не убей, не укради, а здесь вот вы как-то это всё переформатировали на современный лад, потому что, например, там уважаем сутро отношения, да, жизнь, уважаем жизнь и жизненное пространство, свое личное пространство защищаем, а чужое принимаем с уважением. То есть что будет, если ты перестанешь уважать других людей, и чем тебе это обернётся? Вот, Алексей Петрович, вот вы, сколько вы сказали, писали эту книгу? Ну, в общей сложности вот собирали материалы и потом писали на основании этих материалов книгу чисто времени, вот мы с коллегами потратили там более пяти лет, но до этого мы же как-то готовились... Пять лет, да? Ну, мы готовились долго, я порядка десяти лет собирал только информацию, ведь в книжке мы ссылаемся на тысяча семьдесят источников литературных, религиозных, научных. Там же как дальше произошло? Мы когда получили этот список, мы получили этот список, первое, что я сделал, это я пошёл к представителям, экспертам четырёх основных мировых велигий. Почему я сначала пошёл к ним? А потому что мы посмотрели статистику и оказалось, я не знаю, вы с этим фактом сталкивались, девочка, или нет, когда-нибудь, в мире всего от 12 до 18 по разным подсчётам процентов атеистов. Это значит, что верующих, да, более восьмидесяти процентов, а то и восемьдесят пять. А что это ещё означает? Это значит, что, во-первых, эти верующие разделены на религии. Это первое. Второе, у этих восьмидесяти, там, восьмидесяти пяти процентов есть некое ощущение, что вот эту судьбу он делит с кем-то. То есть кто-то тоже его судьбой занимается, кто-то наблюдает за ним. Как-то это немного снимает с меня ответственность, потому что я, как психотерапевт, всегда очень боюсь этой фразы, если приходит верующий пациент, я боюсь этой фразы, я очень уважительно отношусь к вере, но эта фраза меня просто топчет, как психотерапевт, когда он говорит, а, что я буду делать, всё равно всё в руках Божьих. Я говорю, стоп-стоп-стоп, на Бога надейся, верблю-то привязывай, как бы всё равно ответственность-то на тебе за твою жизнь. И вот это то, что мы обошли представителей четырёх религий, не только представителей, а ведущих специалистов. Например, по Корану я пошёл к своему близкому другу, есть такой академик Рафаил Хакимов, человек, который переводил Коран, ведущий специалист в России точно по Корану, человек, которого знает весь мир, он директор института, он академик, он вице-президент Академии наук Татарстана. Мы с ним очень давно дружим, я пришёл к нему, говорю, слушай, вот посмотри этот список, 54 закона. Он начал листать, позвал свою аспирантку, с которой они вместе работают над Кораном, и он говорит, слушай, вот всё, что ты мне принёс, это есть в Коране. Говорю, круто. Ребят, привет! Привет, привет! Диана, Алексей Петрович Ситников, автор CarmoLogic. Вырастешь, научишься читать, будешь читать, хорошо? Всё, тебе повезло. Вот так. Вот, потом я пошёл к очень крутому специалисту по христианским текстам, по Ветховому Завету и по Новому Завету. И он нашёл это всё в Библии. Алексей Петрович, спасибо вам большое за такой многолетний труд. Да. Потом пошёл к представителю, у меня есть приятель, много работали вместе, он зам раввина Киева. Пришёл к нему, говорю, посмотри. Он говорит, так, это Коран, это Тора, это Коран, это Тора, это Кабала. А дальше мы пришли к представителям буддизма, не случайно. Один из самых известных буддистов в мире, великий философ Кен Уилбер, это номер один философ в мире, один из тех, кто написал предисловие к этой книге. У меня же там 18 предисловий очень известных людей. И потом, после того, как мы обошли всех экспертов по вировым религиям, мы пошли к учёным, физикам, химикам, генетикам, искусствоведам, историкам, психологам, философам, к атеистам, так сказать. И мы им предложили этот список, и, к моему удивлению, физики нашли здесь законы физики, генетики нашли законы генетики, историки нашли исторические какие-то подтверждения. Например, там историк мне говорит, ну, что этот закон? Ну, конечно, Наполеон потому и проиграл Ватерлоу, что он его нарушил. Было очень интересно. Искусствоведы, психологи, философы. И когда мы вдруг поняли, что они все во всех этих науках нашли параллели своих наук в этих законах, то тогда мы вспомнили вот эту знаменитую фразу гения Исаака Ньютона, который сказал, закон о механике я вывожу из законов божьих. Что это означает? Это означает, что Исаак Ньютон понимал, что если Бог существует, то Он существует не в виде человека на небесах. Скорее, это некая мудрость, которая проявляется. Вот так устроен этот мир. И Бог, если даже Он существует, Он же не блокчейн, Он не сидит, не фиксирует там наши с вами поступки. Вот здесь ты извинилась, здесь ты нарушила, здесь ты обманул. Он не фиксирует этого. Это не блокчейн, это не база данных. Бог создал этот мир, который существует по определенным законам. И законы физики для физических объектов. Ну вот смотрите, вот я возьму стакан. Стеклянный стакан. И вот для этого стеклянного стакана сейчас закон всемирного тяготения – это же и есть Бог. И вероятнее всего религии совершенно зря боролись с науками. Эти науки-то и открывали законы Божьи. И для физических объектов законы физики являются как бы проявлением Бога. Для химических, для молекул законы химии. Для животного мира законы эволюции, законы генетики. И вот интересно, а для человека-то как проявляются эти законы природы? Притом интересно, что законы-то оказались одни и те же и для представителей разных религий, и для верующих, и неверующих. И именно это людей связывает в этом мире. Именно это позволяет нам жить на разных континентах, перемешиваясь, да, в мегаполисах, типа там, той же Москвы, Нью-Йорка, Лондона, там, на султана. И именно это нас объединяет. И эти законы верующие считают законами божьими и находят в религиозных текстах, а неверующие или атеисты считают, что просто законы природы. Здесь фактически законы одни и те же, просто вопрос только в том, кто их создал, Бог, либо так мир устроен, может быть, вот это устройство мира, это и есть Бог. И это очень важно. Мы должны понимать, что религии, в свою очередь, и в свое время, выполнили одну очень важную функцию. Функция следующая. Ведь нам даже трудно себе представить, как жил мир две с половиной тысячи лет назад. Две с половиной тысячи лет назад, когда там Будда впервые начал проповедовать некие там благородные восьмеричные путь и заповеди Будды, да, которых 12 заповедей, они же практически идентичны в десяти заповедях Моисея. А потом Христос, а потом Пророк, да, и мы должны понимать, что, мы должны понимать, что если бы религии не появились, еще неизвестно, выжило бы человечество, потому что ведь религии вели понятие греха и правил жизни на этой земле, в человеческом обществе, и если бы они этого не сделали, то у нас был бы хаос. Был бы хаос, да мы бы друга перерезали, ведь не убей, не укради, не считалось грехом, ведь понятие греха и наказания за грех. Появилось благодаря религиям. Конечно. И религии в свое время, вот эти законы религии человеку представили часть из них, да, и выполнили эту функцию. Понятно, что мы уже современные люди, мы отдаем должное религиозным текстам, понимая метафоричность и историчность этих текстов, ну я не думаю, что кто-то верит в настоящий момент там по поводу того, что там в первый день Бог создал то-то, во второй день Бог создал то-то, в третий день Бог создал то-то, или я не думаю, что кто-то в настоящее время уже зная анатомию, физиологию и ходя к врачам и зная химию, генетику, ну поверят в историю, что там Бог создал там Еву из ребра Адама, ну понимаете, о чем я говорю. Мы с уважением относимся к этим текстам, так древние люди представляли появление человечества, да, мы сейчас как генетики понимаем, что у нас там 95% генома такие же, как там у высших обезьян, и 50% генома такие же, как у плесени, и мы понимаем, что эволюционно человек, розыг как раз о генетике, у нас есть проект Корма Тревел, это мои лекции в местах силы, и вот мы были в Бутане, я рассказывал про счастье, ну потому что там есть Министерство счастья, потом у нас была поездка на Камчатку, я говорил об экологии мышления, экологической проверке, которая в НЛП делается для того, чтобы... В этом году, Алексей Петрович, у вас уже, наверное, нет никаких поездок, да? Ну, больше пока не будет, мы на Алтай собирались в июне, мы собирались опять в Бутан в апреле. Давайте в Казахстане организуем, у нас тоже очень много мест силы. Я с удовольствием, тем более, что собираюсь за границу, что нас не пустят в этом году, собираюсь все лето провести на Алтае, совсем рядом с границей, с Казахстаном. Да. Вот, и была лекция про генетику человека, на которую, до этой лекции едут там со мной там 12-15 человек, мы живем в очень шикарных условиях, только пятизвездочные отели, это такая достаточно дорогая, но невероятно какая-то эмоциональная небольшая поездка, это всего там 5 дней, но вот лекция про генетику человека была в Руанде, и мы ее обсуждали, генетику человека, сидя с горными гориллами прямо в природе, в их семье. Вы понимаете, что горная горилла это обезьяна весом по 200 килограмм, их осталось в мире там всего несколько сотен, и они достаточно доброжелательны, хотя одна толкалась, нас даже растолкала, кто-то даже упал, но вот представляете, эти огромные горные гориллы размером больше, я не знаю, там с медведя большого, это невероятно совершенно, и вот мы говорили о генетике человека, сидя с ними, трогая этих горилл, практически возвращаясь к своим, так сказать, к истокам, да? Да, 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 а где еще говорить о генетике человека, как не не колодельной цивилизации? Давайте я организую тоже, как называется этот проект ваш? Karma Travel, Karma Travel, потому что у нас тоже в Казахстане очень много святых мест, да, особенно на юге, на западе, и там действительно, у нас есть вот в Таразе, Акрутас, такое тоже классное место, оно, кстати, под охраной ЮНЕСКО, да, то есть это как памятник ЮНЕСКО, в общем, у нас очень много мест, я приглашаю вас, и давайте организуем такой вот... Я с удовольствием, я очень люблю Казахстан, я жил в Алма-Ате, и послушаем тоже вот ваши лекции. И вот, тем более я из Сибири, из Новосибирска, моя мама ездила в нынешний Нур-Султан на машине в командировке каждый месяц. Алексей Петрович, в общем, вам нужно срочно покупать квартиру в Нур-Султане. В Нур-Султане, да, ну вот в Алма-Ате у меня была квартира много лет, и я же в дом консультировал в Казахстане. Ну а вы там, давайте мы попозже поговорим о вашей политтехнологической жизни. Мне очень нравится ролик, который сняли, по-моему, для СНН про Казахстан, про туристическую достопримечательность, потрясающе снятый ролик. Но он нас не спас никоим образом, и туристов больше не стало, к сожалению. Ну, видите, что творится. У нас в этом году все... Нет, не только в этом году. Мне кажется, что вот одного ролика недостаточно. Нужно... Нет, одного ролика недостаточно. Во-первых, нужна инфраструктура туристическая. Во-вторых, ведь эти все туристические достопримечательности надо упаковывать. Кроме того, не хватает, знаете, не хватает, как бы это сказать, не хватает легенды. Нет, у нас они есть, Алексей Петрович. Нет, легенды есть, они есть у вас. А, легенды для Казахстана, да? Не хватает легенды, нужна мифология. Эту мифологию нужно обязательно упаковать. Я вам пример приведу, что после фильма «Ангелы и демоны» главной экскурсией в Риме является именно экскурсия по местам этого фильма. Услышали меня, да? Услышала, да. Вот. И в Стамбул, и в Венецию, и в Рим народ едет по местам фильма. Ну, кстати, я тоже по местам фильма езжу. А самая главная достопримечательность Лондона стал стал развлекательный центр Гарри Поттера, да? Фактически, а самая главная достопримечательность Хогвартс, да. Нет, есть специальный там развлекательный парк. Да, да. Да? А самая главная достопримечательность в Америке является Диснейленд. Да. Понимаете? Нужна легенда. Я понимаю, да. Но у нас в этом году в марте должен был снимать фильм Джеки Чан в Казахстане. Но из-за коронавируса все это как бы обменилось. Вообще, Алексей Петрович, я бы, конечно, на месте наших людей, которые занимаются, да, то есть привлечением туризма, с вами бы проконсультировалась и вот вообще бы взяла такую хорошую консультацию, да, может быть, там даже заказала бы какую-то стратегию. Нет, мы разрабатываем такие концепции для разных стран. У меня же крупнейшая консалтиковая структура, все-таки, которая занимается как раз созданием корпоративных культур и созданием идеологических разработок. Алексей Петрович, ну если вы создали косу Тимошенко, то уж все остальное точно создадите. Это вообще... Я с удовольствием почту. Поехали дальше. Можно я прочту, вот прочту, просто чтобы люди понимали, да, у всех есть эта книга, у кого она есть, я надеюсь, вы уже все прочитали. Я, кстати, очень много полезного для себя взяла. А вы, кстати, вы видели, что есть приложение для айфона, потрясающе, с замечательной музыкой? Нет, не видела. У нас же вот магазин, там на сайте Carmalogic.net, там шоп Carmalogic.net, там же есть не только книги, там большая и маленькая, вот эта сокращенная версия и полная, там же есть у нас невероятные совершенно, наверное, в лучших в мире ежедневники Carmalogic с законами, есть карты для использования для такого гадания, у нас есть, там даже потрясающий наклейки, сделанные с нашими патриотами, ведущая, ведущая фирма в России, кто делает наклейки, татуировки, татуировки временные, там она месяц, татуировка, висит с этими законами. У нас же там еще и начался потрясающий курс, сейчас Carmalogic практик, сертификационный, уже пятый, пятый курс будет онлайн, мы выдаем дипломы электронные, практика Carmalogic, это с 10 мая будет тоже на сайте Shop Carmalogic.net это есть, и можно пройти полный курс, ну правда полный курс, это по-моему 9 циклов, по 7 дней, но тем не менее можно стать практиком, получить диплом Carmalogic и поучиться у наших тренеров, у нас уже порядка 80 тренеров, кстати, несколько тренеров, отличная возможность на карантине, у нас скоро карантин заканчивается, надо поторопиться, с 10 мая начинается, да, курс? 10 мая, да, это с воскресенья по воскресенье, курс, где каждый день какие-то занятия, какие-то лекции, и человек проходит курс Carmalogic, а потом может подключиться ко второму курсу, потому что все курсы разные. В общем, заходим на shopcarmalogic.net и можно купить либо там книгу, да, либо онлайн-приложение скачать. Приложение просто в истории скачиваете. Но я все-таки рекомендую обязательно приобрести книгу, потому что я вот люблю все-таки книжный формат, аудиокниги тоже люблю, но вот давайте вернемся, вот чтобы просто, вот я просто открыла сейчас утро, карма, поток, двигаемся в потоке. Вы, кстати, в одном из интервью сказали такую вещь, если вокруг вас, ну, то есть оглянитесь, да, и посмотрите, кто вокруг вас, если вот с каждым днем, с каждым месяцем у вас вокруг вас все больше счастливых людей, у вас больше шансов попасть в центр потока. Нет, вы ближе к центру потока. А, ближе к центру потока, да. Если вокруг, действительно, если вокруг вас с каждым днем все больше здоровых, счастливых, успешных людей, это значит, вы ближе к центру какого-то потока. Вот, вы только пишите, вот смотрите, я даже читаю, в любом случае речь идет о бурном кипении жизни. Если вокруг вас вдруг стало больше успешных, здоровых, довольных жизнью людей, то мы вошли в правильную реку. А если народ вокруг в основном жалуется на жизнь, то оттуда надо бежать. Те же американцы в таком случае просто встают и уходят. Помочь попавшему в беду одно дело, но с головой погружаться в чужое нытье опасно, оно выбрасывает на периферию теплого течения. Это так, да. И вот, что такое потоки? Давайте, раз вы про закон поток начали говорить, что такое поток? Существует много уровней потоков. Вот в эзотерике это называется эргрегор, да, другое название этого потока. Какие существуют потоки? Ну, вы, там, как евразийская культура, древняя, большая культура, знаете, прекрасно и читали, и наверняка многие наши с вами зрители сейчас тоже читали Гумилева про пассионарность, вот эта пассионарность народов, каких-то цивилизаций, да, это поток. Где сейчас вот эта, вот эта энергетика? Эта энергетика сейчас где-то вот на Востоке, Юго-Восточная Азия, Поток может быть, это цивилизационно- исторический поток, пассионарный поток, поток может быть связан с каким-то техническим, технологическим укладом. Понятно, что Силиконовая долина, Бангалор, да, новые технологии это тоже поток. Безусловно, человек, приезжающий в Силиконовую долину, попадает в совершенно другую среду, в которой вероятность того, что, да, у него что-то получится с его инновациями, понятно, увеличивается в разы. Дальше, поток может быть связан с каким-то экономическим новым решением, таким, цивилизационно-экономическим. это то, что когда-то Кондратьев, советский экономист, назвал, помните, длинные волны Кондратьева, вы же наверняка проходили экономику, да, это некое технологическое решение или экономическое решение, которое поднимает производительность труда. Вот все, что связано сейчас с блокчейном, криптотехнологиями, с дополненной реальностью, с искусственным интеллектом, понятно, что это поток тоже вот такой между экономикой и техникой. Ну и личность может быть потоком. Согласитесь, согласитесь, Илон Маск, он сам по себе поток, Ричард Брэнсом сам по себе поток, Стив Джобс сам по себе поток, а что там Нарсултан Назарбаев не поток. Поток. Безусловно поток. Человек смог страну просто сделать одной из самых быстро развивающихся стран в мире, это же удивительно. Там в России Герман Греф, с которым я проработал три года, как его советник, что это не поток, поток. Да, сейчас все вокруг Сбербанка крутится и для меня честь, для меня честь то, что мы когда-то, я был в команде Грефа и себя сейчас считаю частью команды Грефа, мы с ним переписываемся каждый день до сих пор. То, что он сделал со Сбербанком, это невероятно, потому что, например, сайт и софт Сбербанка считаются лучшим в мире банковским в мире банковским софтом. То есть находиться рядом с такими людьми, которые уже в потоке, да, то есть ты, получается, подпитываешься у них, Чем ближе туда, тем быстрее ты движешься. И дальше ты соревнуешься не со всем миром, он уже отстал, а с теми, кто рядом с тобой в этом потоке, знаете, как в поезде, хочешь прийти быстрее на вокзал, надо еще внутри поезда пройти к первой двери, да, и обогнать других. А что вот Академгородок, из которого я вырос, и который, кстати, очень сотрудничает сейчас с технопарком и Академией наук Шелковой пути в Нарсултане, там очень много наших новосибирцев. Я, например, с гордостью могу сказать, что я же из Академгородка и учился на биофаке, я нейрофизиолог по первому образованию. И половина моих одногруппников это та самая компания Вектор, которая первой в мире за две недели создала вот этот тест на коронавирус. Все остальные американские, китайские, европейские лаборатории оказались позади вот эти мои одногруппники, с которыми я учился вместе, да, и глава этого Вектора, это предприятие Вектор, такое закрытое предприятие, связанное с вакцинами и с вирусами, бактериями, так сказать, он тоже учился на моем факультете, и я с гордостью об этом говорю, потому что то, где мы учились, то, где научили этих ребят и сделали из них лидеров, которые первыми там сейчас создают вакцину, и их вакцины сейчас приняты уже для экспериментов над людьми, то есть скоро она появится, это заслуга моих коллег, и естественно Академгородка, в котором я учился, и это тоже поток, он всем нам дадал вот эту стартовую площадку, вот эту путевку в жизнь, поэтому надо попасть в поток, теперь очень важно, что надо знать о потоке, каждый день твою жизнь пересекают другие потоки, ты встречаешь людей из других потоков, события из других потоков, попадаешь на территории других потоков, попадаешь под влияние каких-то идей других потоков, индикатором того, что сейчас твою жизнь пересекает другой поток, знаете, как подводное течение, которое ты не видишь, или какая-нибудь подземная река, по которой ты идешь по земле, но под тобой река, ты об этом еще не знаешь. Индикатором того, что где-то твою судьбу пересекает какой-то другой поток, является то, что у тебя в этот день было несколько подряд идущих маловероятных событий. События с высокой вероятностью... То есть то, что вообще ты не ожидал, и это происходит. Вероятно, даже не то, что не ожидал, вероятность этого события очень мала, но просто маловероятное событие может быть случайным. Ну как попугай какой-нибудь пролетел мимо окна, ну случайно кто-то выпустил, да, улетел через форточку. А тут смотришь вниз, там еще кенгуру пробежало, а он крокодил. Три маловероятных события говорит о том, что что-то изменилось. Да, вот этот теплый поток откуда-то их принес, да, эти маловероятные события. А так же так в этот поток влиться, и потом по нему вместе с этим потоком уже в эту русскую реку попасть? Тут уже точка бифуркации, тут точка бифуркации. Ты уже имеешь возможность выбрать, ты остаешься в старом потоке, либо ты впрыгнешь, вот рискнешь, впрыгнешь в новый поток, и там, в этом потоке, может быть, он быстрее, может быть, ты раньше ехал на поезде, а здесь ты проезжаешь мимо аэропорта, есть возможность пересесть в самолет, и ты уже не будешь... Я обожаю это состояние, когда чувствуешь поток, да, у меня такое бывает. Вот, и это новый поток, если ты его почувствуешь, ты поймешь, если ты... Ведь тоже один из законов кармологик, то, о чем мечтаешь, оно произойдет, но не раньше, чем ты к этому готов. И вот это очень важно, быть готовым. Не произойдет, если ты не готов, это не произойдет. То, о чем мечтаешь, если ты не готов, не произойдет. Это, знаете, как вступить на экзамен в институт. Для чего он делается? Для того, чтобы не пустить учиться тех, кто учиться не сможет. Кто не готов. А если они не готовы учиться, то, зачем им тратить 7 или 5 лет, для того, чтобы в этом убедиться? Зачем идти в институту человеку, который будет плохим врачом? Зачем идти в науку человеку, который не увлечен наукой и горящими глазами, да, не читает эти книжки с утра до вечера, да? Это, согласитесь, согласитесь. Зачем идти в театральный? Это такой тест, да? Человеку, которого нет, нет вот этой потребности постоянно меняться, постоянно импровизировать, постоянно входить в чью-то вот ситуацию, в чью-то шкуру залазить, да? Зачем? Зачем человеку, который... Если ты не прошел наступительный тест, значит, ты не был увлечен. Потому что, если ты был увлечен, тебе проще пройти. Есть еще очень интересный закон, который, мне кажется, очень важно тоже понимать. Там вот ваша, там, Динарочка подбегала, да? И мы с вами об этом, кстати, говорили, говорили во время вот нашего с вами эфира, когда готовили вместе казахские национальные блюда. Друзья, кстати, посмотрите, я сегодня опубликую его. Хороший эфир, такой добрый. У нас прям получился, очень много было отмеков. Вам спасибо большое, Динар, за приглашение. Так вот, есть такой закон, тоже Carmalogic, который когда-то, когда я... Я же пишу в Таттлеру уже 4 года. Правила жизни в Таттлер, друзья. Девочки, я думаю, кто покупает Таттлер, всегда читают правила жизни. Вот я всегда читаю адвоката Добровилского и всегда читаю правила жизни Алексея Ситникова. Ну вот, и там была статья в одном из первых номеров, когда я начал писать в Таттлер, вызвала просто шок. Люди еще не привыкли к моему такому языку с поддевкой, да, и к провокациям в названии. И была статья, которая называлась так. Нельзя жить ради детей. И сначала пришли какие-то прям дневные письма, а потом, к счастью моему, все читатели поняли, что я имею в виду. Я спровоцировал их на обсуждение. Вот таким названием статьи я их спровоцировал на обсуждение темы, для чего вообще рожденный, создан человек каждый. И моя основная идея – это то, что каждый из нас с вами создан всего лишь с одной целью. Он должен быть счастлив. И это единственное, что он должен. Он должен и должен только себе быть счастливым человеком. И когда мы говорим о детях, мы же заводим детей, это наша блажь, это же наше желание. Дети нам за это ничем не обязаны. Это мы же захотели детей, да, это мы же приняли это решение. Вот, но самое главное, что мы можем дать нашим детям – это сами быть счастливы. Потому что если мы несчастливы ради них, они не будут счастливы сами ради своих детей, то получается, что никто несчастлив и никто не живет. А другой путь, знаете, как в самолете. Сначала одень на себя, потом на ребенка. Почему? Потому что ты можешь потом на ребенка и не одеть. Не успеть. Не успеть, да. Это очень важно. Сначала на себя, потом одень на ребенка. И это очень важно – самому быть счастливым и научить детей быть счастливыми. Использовать этот мир, эту жизнь, да, делать все, чтобы ты сам был счастлив. И иначе получится, как, помните, у Жванецкого был такой интересный у него парафраз. Сынок, я не стал этим и не стал тем. И я передам тебе свой опыт. Очень важно, очень важно самому быть счастливым. Ребенок должен бежать рядом с вами в припрыжку и говорить, пап, мам, возьмите с собой, вы так интересно живете. Уроки сделаю, посуду помою, пятерку получу. Только возьмите с собой. Шестанная вообще фраза. Вы так интересно живете. Сейчас я поменяю позицию, солнце. Да, но у вас такое интересное сейчас, как будто вы, знаете, такой скульптурный Алексей Петрович. Да. Да. Я, кстати, в Таттлере видела ваш кабинет такой симпатичный. Да, приезжайте в гости. Да, обязательно приеду, как карантин закончится. Но сначала карма-тревел проведем на Казахстане, а потом я к вам в гости приеду. Алексей Петрович, вот вы все знаете, да? То есть вы 10 лет собирали законы судьбы. Мы и сейчас собираем. Я на этой неделе сдаю второй том. Вау. Всего будет от 4 до 7 томов. Отличная новость. Второй том уже написан. Он уже... Алексей Петрович, ну это же ведь, это же нам помощь. Это же подсказки нам, людям, да? Кто не хочет получать по башке, да, грубо говоря. Не хочет, чтобы тебя, так сказать, перевоспитали, да? Просто живи, соблюдая законы жизни. Вот как понять, Алексей Петрович, что ты что-то делаешь не так? То есть как распознавать эти знаки? Ну вот еще раз хочу сказать, что знак – это маловероятное событие. Потому что то, что происходит каждый день, высоковероятные события – это атрибуты того потока, в котором ты уже находишься. Понятно, что если ты прилетел на север, будет много снега, да? А вот пальмы там не будет. Вот если видишь пальму, то что-то не так, да? Если ты приехал в тайгу, то, понятно, там будут медведи и белки, но там навряд ли будет какая-то райская птица, да, в тайге, там, в Сибири. И вот как раз маловероятное событие – это знак. Вот умение работать со знаками – это очень-очень важно. Так же, как умение работать со собственными мыслями. Ведь сейчас вот мы находимся с вами в такой… Мы с вами говорили в прошлом эфире о том, как устроен иммунитет человека и как сейчас помочь своему иммунитету. И говорили о том, что так устроено бессознательное, что оно человека удерживает, если он идет не к своей цели, если он не чувствует то, что он на самом деле хочет. Вот один из законов Carmologic тоже, он звучит так – свобода – это способность хотеть то, что хочешь на самом деле. Даже не делать, а хотя бы почувствовать, что ты хочешь на самом деле. И вот в этом очень помогает, тоже мы об этом говорили, так называемая дефолт-система мозга, когда мозг начинает анализировать, бессознательное начинает анализировать внутренние процессы. Именно в этот момент происходит саморегуляция, происходит повышение иммунитета и выздоровление человека. Вы знаете, человек лечится во сне, когда сознание не мешает. И вот поэтому сейчас очень многие увлекаются медитациями, только если они правильно их делают, это можно отдельно сделать нам с вами передачу о медитации. Давайте. Как медитировать и как сделать так, чтобы запустить эти внутренние процессы бессознательные, чтобы бессознательное смогло дать эти сигналы, а что тебе на самом деле нужно. Не идешь ли ты куда-то, куда тебя ведут. Тоже один из законов Carmologic. Они же все связаны между собой. Если ты не управляешь своими целями, то твоими целями управляет кто-то другой. Заметьте, не никто, а кто-то другой. И если я сам своих внутренних желаний, драйверов, ощущений не способен прочувствовать и понять, что нужно мне в этой жизни, кем я хочу быть, чего я хочу добиться, куда я хочу прийти, то я начинаю хвататься за какие-то предложения, которые мне поступают со стороны, от других людей, от родителей, от рекламы. Я покупаю вещь, которая мне не нужна. Я еду туда, куда, в общем, я не очень хотел. Я занимаюсь тем, что, в принципе, я не для этого создан и не об этом мечтал. И через 10 лет я прихожу к своей цели, и оказывается, что она не моя. Это вот разрушение, да, когда я… Разрушение меня самого. Я потратил 10 лет жизни, я энергию свою потратил. Алексей Гриш, а как вот понять, что ты хочешь, да? То есть как понять истину свою? Это техники, это техники как раз. Техники медитации на это направлены. Люди, которые занимаются спортом, лучше чувствуют йогой, лучше чувствуют эти сигналы изнутри. И очень важно здесь еще, что если человек все-таки понял, куда ему надо идти, движется к своей цели, не навязанный кем-то, это может быть член семьи, это могут быть родители, это может быть супруг, это может быть мама, это может быть лучший друг, это может быть социум, может быть группа, коллектив, в котором я нахожусь. Это может быть политическая система, которая не позволяет мне реализовать мои собственные цели. Не этого я хотел, не так я хотел жить. То возникает следующая история. Даже вот карьера, иногда человек забывает о том, что есть постоянная потребность слышать сигналы изнутри, ты туда идешь или не туда. И делает так, потому что попал в конвейер, потому что так принято. Ну, так принято. Ну, человек, например, работает на госслужбе, да, 10 лет уже отработал, там, и вот степ-бай-степ поднимается по карьерной лестнице. Да, он идет к следующей цели, не понимая, что это не его. Но уже жалко, понимаете, с другой стороны, человеку может быть жалко, он столько времени уже на это потратил, и вот у тебя уже, так сказать, эверест в твоей карьере, да. Стоит ли человеку сворачивать пути? Может быть... Вы знаете, я хотел бы здесь вступить, как психотерапевт и нейрофизиолог, и сказать следующее, что если человек идет не к своей цели, то бессознательное будет некими знаками его останавливать. Сначала будет останавливать тем, что оно понизит ему иммунитет. И то, что человек начал часто болеть, очень часто индикатор того, что он не туда идет. Проснулся утром, вчера все вместе купались, у меня у одного насморк. Да, горло болит, кости ломят, температура бессознательно снизила иммунитет, чтобы я не шел не туда, куда нужно мне. То есть наш организм, получается, начинает подсказывать, да? Бессознательно начинает подсказывать. Это знаки, это знаки. Если ты не услышал, выбил антибиотик, все равно пошел на эту работу, там бессознательно включают следующий уровень защиты. Оно начинает снижать внимание по поводу тех тем, которые связаны с этой ненужной тебе деятельностью. То есть что-то забываешь, да? Забываешь пропуск, ключи от машины, билет, проспал, опоздал на самолет, ехал на машине, зацепился зеркалом и простоял полдня, ожидая гаишника. Это все знаки, что ты не туда едешь. Что тебе это не нужно. Что это бессознательно не считает, что тебе нужно. А третий уровень защиты, это бессознательно начинает делать такую вещь, оно разрегулирует работу мышечка и моторной коры. И ты начинаешь часто спотыкаться, падать, что-то ломать, что-то вывихивать. И ты, просто с ориентацией даже проблема. И ты физически не можешь туда дойти. Но самое главное, что у человека перестает гореть глаза. Он чувствует постоянную какую-то нагрузку, что-то не так, стрессированность. Наступает вот это выгорание, когда человек просыпается и не понимает, зачем он живет, зачем ему ехать на эту работу. Не приносит счастья ни дом, ни увлечения, которые раньше увлекали. Уже ничего не интересно. Такой человек приходит домой и начинает ругать жену за то, что плохие пельмени. И мы понимаем, что дело не в пельменях. И если вдруг человек продолжает все равно идти не туда, то бессознательное включает так называемые программы антропоптоза. У клеток есть заложенные в генах механизмы на разные этапы жизни. Там рост клетки, размножение, пик активности. А потом вот это умирание клетки, оно же тоже заложено в генах. И вот эти механизмы, про которые сейчас очень много говорят те, кто занимается лайфхакингом, биохакингом и лонгивити, продолжительностью жизни, они все говорят о том, что вот теломераза обрезает теломеры, и когда теломерах не остается, человек умирает. Как умирает человек? Человек умирает же не от просто смерти. Организм опускает иммунитет и позволяет какой-то болезни этого человека убить. Соответственно, как только человек идет не туда, он постоянно стрессирован, бессознательно все время, не удовлетворено и стрессировано, что он не туда идет, что он опускает иммунитет и этим запускает программы антропоптоза, ускоряется старение. Человек может, если бы он занимался делом, которое его увлекло, он прожил бы еще лет 20-25, а бессознательно включает программу антропоптоза, и он угасает за годы, а иногда за месяцы. Откуда вы думаете эти инфаркты, язвы, онкология в 30, 40, 50 лет, сколько вокруг вас было таких непонятных совершенно молодых, или совершенно в среднем возрасте смертей. Онкология. Откуда онкология у молодых людей, откуда онкология у людей непожилых. Антропоптозная программа включилась. Раковая клетка выделяется и формируется в организме каждого человека тысячами каждый день. Но у кого-то организм позволяет им прорасти и стать опухолью, а потом развиваться за месяцы, мы теряем этого человека. А у кого-то каждый день производящиеся клетки просто убиваются иммунитетом. Это связано с целью, это связано с тем, туда или идет человек. И вот похоже, мы с моим партнером из Израиля, врачом, завклиникой, мы, похоже, нашли путь снятия этих антропоптозных программ. И сейчас у меня есть такой курс, который называется «Перезагрузка бессознательного». И, похоже, целый день я с человеком провожу. Это очень сложная процедура, огромной энергии и знаний требует. Фактически такая уникальная совершенно технология. Я эти антропоптозные программы научился выключать. Мне нужен день с 8 утра до 10 вечера. Человеком, чтобы его перезагрузить. Я перепрограммирую его бессознательно и включаю уже работающие антропоптозные программы, которые приводят к его старению и которые повышают вероятность огромного количества болезней. У моего партнера, врача из Израиля, даже уже есть клинические случаи, когда мы снятие антропоптозных программ в средней стадии лечим даже онкологию. То есть возвращается обратно. Вы же начали с того, что очень важно контролировать свои мысли. То есть если человек занимается не тем, чем бы ему хотелось заниматься, то есть идёт не к своей цели, является заложником чужих целей и чужих желаний, то есть он сталкивается с болезнями, то есть организм, машину может ударить, всё, Вселенная уже ему говорит, остановись. Он такой продолжает антибиотики выпил, продолжает действовать. Вот как распознавать знаки, мы поняли. А как бороться с мыслями, да? То есть человек же может себя уничтожить просто негативными мыслями и установить. Вот это как раз, во-первых, нужно прочитать Carmologic. Это позитивная книжка, которая как раз на правильные мысли наводит. Она вот переформатирует мышление, базовые вот эти установки, на которых человек выстраивает свои представления о том, как устроен этот мир. Ведь если нет мировоззрения, то найденный факт, технику, приём, человеку просто даже некуда положить. Если у вас нет книжной полки, придя домой, вы все эти книжки там сбрасываете в кучу и никогда потом их не найдёте. Это первое. Второе. Конечно же, конечно же, есть такие техники, которые мы обучаем слушать сигналы собственного бессознательного. Это трансовые техники. Мы обучаем. Вхожи. Я во время этого курса антиантропоптозного курса обучаю этих техникам слышать сигналы бессознательного, и человек обучается это делать. Те, кто занимается спортом, особенно яйнскими, иньскими видами спорта, где не нужна физическая сила. Это йога, айкидо, тадзицуань, винсерфинг, кайт, там, где нужен баланс. Вот эти люди тоже у себя формируют эту способность. Либо найти хорошего коуча. Притом, вот сейчас у меня все мои пациенты коучатся у меня, и сеансы психотерапии проходят онлайн, совершенно спокойно мы это делаем. У меня есть клиент в Лондоне, есть клиент в Израиле, есть клиент в Америке, есть клиент в Канаде. Они со мной сейчас даже чаще на связи, чем раньше, и те клиенты, кто в Москве со мной работал, все сейчас онлайн спокойненько получают консультации. Я обучаю этим техникам. Найдите в своем городе хорошего, ну, конечно, хорошего надо постараться найти, коуча-психотерапевта, для того, чтобы он научил техникам слышать сигналы собственного бессознательного. Это изменит вам жизнь. Уверяю вас, это продлит вам жизнь, сделает жизнь ярче и интереснее. Ярочка, там у нас 59 минут. У нас 59 минут, Арсей Петрович, можно я быстренько включу подписчиков? Пусть они тоже зададут свои вопросы. И все, и мы вас уже отпустим. Ну, могут мне задать вопросы на сайте ситников.com, либо через приложение Кормологик. Больше всего, мне кажется, зайти на вот shopkarmologic.net или shopkarmologic.net. Да можно в Инстаграме мне написать, на Инстаграме напишите, я отвечу, друзья. Директ читаете, Алексей Петрович? Что? Директ читаете личные сообщения? Да, читаем и отвечаем, конечно. Пишите на сайт, пишите на приложение, пишите. Алексей Петрович, ну я прям очень хочу корма-тревелу в Казахстане. У нас очень много классных мест. Динарочка, с вами, все что угодно. Да, потому что у нас столько интересных мест, где можно набраться сил. И вы знаете, вот Ахартас в Таразе, там туда даже космонавты приезжали. Поехали-поехали. И там набирались сил. Поехали. Все, друзья, спасибо большое. Спасибо большое всем зрителям. Динар, спасибо, огромное удовольствие с вами общаться. Да. Алексей Петрович, спасибо вам большое. Ну я думаю, что мы с вами еще выйдем в эфир. И давайте обсудим, когда будем организовывать Корма-тревел. И очень хотим вас видеть с мастер-классом у нас в Нурсултане и в Алмаде. Приеду сразу, как будет возможно. И записывайтесь на курс Корма-лоджик онлайн. Обязательно. 10 мая, да? 10 мая, да. Спасибо большое. Спасибо большое. С нами сегодня был Алексей Петрович Сихников. Покупайте его книгу Корма-лоджик, прочитайте. 54 закона жизни, закона судьбы и обезопасности себя. Кстати, мы с магазина в Казахстан отправляем. То есть наши казахские читатели получают спокойно. Да. Благодарю вас за эфир. Спасибо большое. Желаю вам самое главное оставаться таким же молодым, энергичным, полным сил. Спасибо большое. До скорых встреч. Спасибо, спасибо. 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 Продолжение следует...